Полезный город Мы провели стандартные процедуры, это промывка и опрессовка системы отопления. На труда 80 у нас в прошлом году было предписание энергоснабжающей организации об установке автоматического регулятора. Данные работы собственники согласовали, собрали денежные средства, регулятор установили. По домам, которые пришли у нас в 2023 году, это Конева 13, Конева 13, корпус 2, Пятницкая 56, корпус 1. Вот он только с 1 августа к нам пришел. Там, конечно, ситуация посложнее. Нам пришлось поменять полностью всю запорную арматуру. Достаточно большой объем работ был проделан, были заменены участки магистралей по подвалам. Также мы столкнулись с такой проблемой, как предыдущие управляющие компании не были поверены и отремонтированы приборы учета. Общедомовые. Общедомовые приборы учета. Это как раз у нас на сегодняшний день является камнем таким небольшим по получению паспорта готовности, потому что это все-таки нарушение. Приборы учета еще не до конца введены в эксплуатацию, но паспорт готовности мы пока еще не сдали, хотя документы, в принципе, с гарантийным письмом по введению приборов учета в эксплуатацию мы направили точно так же в КТК для проверки. На сегодняшний день у нас также получено согласование Газпром газораспределения Киров по вентканалам, то есть у нас по нашим домам, которые пришли до июля месяца, все регламентарные работы выполняются в установленные сроки, то есть и проверка вентканалов, и освидетельствование внутридымового газового оборудования. По КОНЕВА-13 там освидетельствование внутридымового газового оборудования должно было быть проведено еще в октябре 2022 года, но это было не сделано. По КОНЕВА-13 корпус-2 прибор учета был полностью снят, передан нам просто вместе с технической документацией. По факту, по прибору учета единственное было то, что на модеме отсутствовал элемент питания, это была единственная проблема в этом приборе учета, я не понимаю, в чем была проблема обратиться. Нельзя сказать, что это критическая такая проблема. Это никакая не критическая, кроме того, в данном случае необходимо было просто обратиться в ресурсоснабжающую организацию, и замену элемента питания на модеме произвела как раз-таки ресурсоснабжающая организация, а не мы за счет денежных средств собственников. И сейчас, в принципе, у нас ожидается только, чтобы по модему прошло корректное считывание показаний прибора учета, чтобы нам его ввели в эксплуатацию. Напоминаю, что мы беседуем с Татьяной Пушкаревой, руководителем управляющей компании «Территория комфорта», и традиционно напомним, где вам непосредственно можно вопросы задать, куда обратиться. Обратиться к нам вы можете по адресу труда 80 помещения 1002, через сайт управляющей компании, в группе ВКонтакте, также по адресу электронной почты уктк 43 собакамайл.ру, или по телефону 43 72 72. Полезный город